Зловонные канализационные стоки мешают жить владельцам дач. Несколько недель назад члены садоводческого товарищества, расположенного вдоль берега Гуселки, обнаружили, что в реку попадают отходы от новостроек. Слив предприимчивый застройщик отвел прямо в Гуселку. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Чувствуете, что запах уже раздается вот сюда, а вечерами еще сильнее вот это дело. Запах говорит сам за себя. Экологи уверены, даже проб не нужно. И так ясно, в Гуселку стекают канализационные отходы. Члены садоводческого товарищества обнаружили это недавно. Все удивлялись, откуда такой запах в их зеленой зоне. Потом наткнулись на целый водопад зловонной жидкости. Теперь с опаской подходят к речке. Хотя Гуселка – единственный источник воды во всей округе. Некоторые, может, СНТ для полива. А так, ну, люди черпают, вот, помыть что-то там, ну, все равно. Ноги там помыть вечером. Здесь фактически воды хорошей нет. Чтобы вот, там, у кого-то скважины. Но для хозяйственных нужд эту воду пользуют. Речка рядом течет, как не взять. А вот источник загрязнения. Канализационные стоки сливаются из новостроек на окраине Юбилейного. Часть домов еще даже не сдали. Владельцы дач уже боятся того дня, когда будут заселены все квартиры. Тогда небольшой сток канализации превратится в сплошной поток. Проблема, говорят экологи, в том, что застройщик изначально прокладывал водопровод с нарушениями. К центральной линии он не подключен. Они говорят, у нас будут КНСки подстраивлены, это канализационно-сосные станции. Они будут качаться и наверх, и все в центральную. Я говорю, минуточку. Ситуация такая, что КНСки будут сразу забиты строительным мусором, памперсами, бытовым мусором, и все пойдет в речку. Они убедились, что нет. Вот, пожалуйста, дома еще не запущены, и на Ухау проведена труба в речку Гуселку. Сейчас звонят во все колокола, чтобы канализационную трубу убрали. Правда, специалисты предрекают, что это поможет ненадолго. К центральной линии систему в этом месте уже не подключить, а дома и канализационная сеть располагаются под уклоном. Значит, при любом засоре стоки вновь будут попадать в Гуселку. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.